Дмитрий Мавдрик В режиме видеоконференц-связи состоялся прием по личным вопросам губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Депутаты городской думы провели очередное заседание. Оно проходило дистанционно. Несмотря на все предупреждения и профилактическую работу сотрудников полиции, горожане продолжают переводить свои денежные средства на счета мошенников. Десять лет назад, в 2010 году, депутаты законодательного собрания Ямала проголосовали за временные и возрастные ограничения в самостоятельном передвижении подростков в ночное время. Учащиеся восьмой школы интенсивно готовились к Олимпиадам по информатике в необычном режиме. В режиме видеоконференц-связи состоялся прием по личным вопросам губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Включение из города Лабытнанги также состоялось. О подробностях беседы с руководителем региона в следующем материале. Как гласит крылатая фраза, спорт и политика не должны пересекаться. Но есть исключения, и это именно тот случай. Сергей Дюпин более семи лет занимается боксом, но в связи с ветхостью здание, где проходили тренировки, было снесено. Теперь боксеры тренируются в спортивном комплексе «Снежины», но места там для всех желающих не хватает. Полноценные тренировки проходят только для детей. Это стало поводом для беседы с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Сергей Владимирович, добрый день. Знаю, что у вас есть предложения по развитию спорта в Лабытнанге. Пожалуйста, какие есть предложения, чем мы можем вам помочь? Уважаемый Дмитрий Андреевич, просим вашей помощи в решении вопроса для постройки в городе Лабытнанге дополнительного спортивного объекта для занятия боксом. После недолгой беседы выход из сложившейся ситуации был найден в реконструируемом спортивном комплексе «Кристалл». Когда мы представляли проект, то мы рассматривали возможность организации там установки ринга для того, чтобы создались условия, проходили занятия. Теперь мы понимаем, что однозначно нужно этот ринг устанавливать и ремонт будет у нас закончен во втором квартале 2021 года. Как итог, учитывая всех потенциально желающих заниматься боксом, вместимость в сравнении со старым залом будет в три раза больше. А значит, от будущих спортсменов понадобится только усердно заниматься, ведь все условия для будущих побед будут созданы. Если честно, очень доволен. Не ожидал, что меня выслушают, помогут в этом вопросе. Сейчас очень доволен. Сейчас будем ждать, когда все это построится. Посмотрим, какой зал. Ну и, соответственно, начнем заниматься, показывать пример детям, взрослым, чтобы люди тянулись к спорту. Это первая победа, пусть и не на ринге, а пока за него. Но в дальнейшем именно на нем будут коваться победы города. Депутаты городской думы провели очередное заседание. Оно проходило в режиме видеоконференции. В повестку дня был включен ряд вопросов, решенных путем традиционного онлайн-голосования. Заседание городской думы прошло с учетом требований нашего времени в дистанционном режиме. Все вопросы обсуждены заблаговременно на заседании комиссии еще в понедельник. От депутатов требовалось путем голосования подтвердить решение. Также были внесены изменения в регламент работы городской думы. Начали работу по формированию нового состава избирательной комиссии. В связи с тем, что у нашей территориальной избирательной комиссии 26 октября завершается срок полномочий, сейчас начинается процедура формирования нового состава территориальной избирательной комиссии. И одну кандидатуру депутаты городской думы сегодня рассмотрели, обсудили и вынесли предложение предложить кандидатуру Егошина Виктора Сергеевича, который имеет стаж работы в территориальной комиссии, потому что является секретарем этой комиссии, и поддержали его кандидатуру. Также уделили внимание инициативному бюджетированию. В связи с внесением поправок в 131-й федеральный закон, утвердили новое положение о реализации инициативных проектов. Несмотря на все предупреждения и профилактическую работу сотрудников полиции, горожане продолжают переводить свои денежные средства на счета мошенников. Еще два уголовных дела было возбуждено за последние дни. Согласно данным полицейских, пострадавшие знали о современных способах мошенничества. Однако в силу доверчивости, а также самоуверенности сообщили злоумышленникам необходимую информацию о себе и своих сбережениях. Для достижения целей преступники используют не только современные технологии, но и методику психологической атаки. Исходя из практики, да, если раньше у нас мошенниками фактически преступления совершались с территории, например, колоний и исправительных учреждений, то есть в основном лицами отбывающего наказания, на сегодняшний день это уже, как показывает практика, мошенничество совершается лицами, которые находятся уже на свободе, и взяли вот эту методику именно для получения незаконным путем таких вот доходов. Особенность преступлений, связанных с мошенничеством, заключается в межрегиональном характере. Для их раскрытия сотрудники городской полиции работают с пятью регионами страны для установления подозреваемых. Они сложно раскрываемые преступления, потому что злоумышленники, как я уже сказал, находятся в каком-то субъекте. Они постоянно перемещаются, то есть не просто их поймать, доказать. И, как говорится, легче преступлений упредить, предупредить, и чтобы граждане не расставались своими денежными средствами, чем раскрыть, расследовать и уже привлечь к ответственности злоумышленников. Сотрудники полиции призывают горожан осознать всю серьезность ситуации. С начала этого года на счета мошенников лабытанцами было переведено почти 8 миллионов рублей. Десять лет назад, в 2010 году, депутаты Законодательного собрания Ямала проголосовали за временные и возрастные ограничения в самостоятельном передвижении подростков в ночное время. Согласно законопроекту, девять месяцев в году ночным временем является период с 22 до 6 часов утра, а с 1 июня по 31 августа с 23 до 6 часов местного времени. Как сегодня воспринимаются эти ограничения, расскажет Анастасия Шиховцова. Гражданам до 18 лет законам запрещено пребывать в ночное время в общественных местах и покидать пределы дома без сопровождения взрослых. За нарушение ограничений предусмотрена административная ответственность. Последние месяцы были выявлены несовершеннолетние, которые находились в общественных местах в ночное время. В отношении родителей составлено 5 административных протоколов по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Материалы были направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Лабытнанге. Все материалы рассмотрены, родители привлечены к административной ответственности. Все сотрудники ОМВД России по городу Лабытнанге нацелены на выявление несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в ночное время. В случае выявления они доставляются родителям, далее мы привлекаем к ответственности родителей. В 2020 году в Ямало-Ненецком автономном округе время запрета для несовершеннолетних на перемещение безрослых длится с 22 до 6 часов, а с 1 апреля по 31 августа с 23 до 6 часов. Как вы думаете, дети могут гулять в ночное время или нет? Нет. А почему? Это опасно. Если нету 16-18, то лучше не гулять, потому что опасно люди, непонятно какие ходят. Конечно, до совершеннолетия нечего делать на улице детям вечером. Для подростков, безусловно, нужно. А для чего? Для подростков. Для чего? Ну, чтобы они не шатались по улице, не заражали друг друга, чтобы уроки учили. Мама говорит, что до ночи гулять нельзя, и поэтому до восьми гуляем. Наверное, если будут вкладывать в воспитание своих детей от рождения, в каждой семье, я подчеркиваю, ну, тогда, может, не надо никакого комендантского часа. Дети будут воспитаны, общество будет более доброжелательным. Комендантский час введен с целью безопасности несовершеннолетних, чтобы избежать различного рода неприятностей. Анастасия Шиховцова, Григорий Волков, Евгений Садыков. Программа «Время местное». Учащиеся восьмой школы интенсивно готовились к Олимпиадам по информатике в необычном режиме. Делали это не под патронажем своих преподавателей, а под присмотром приглашенного специалиста из Казани. Такая возможность у лабытнанских школьников появилась в рамках реализации развивающихся проектов Центра выявления и поддержки одаренных ямальских детей. Подробности в репортаже Альмиры Новоселовой. Массивы, алгоритмы Эвклида, ноты, ног – непонятные для кого-то термины. Но эти ребята легко ими оперируют. Разработать мобильное приложение, компьютерную игру или программное обеспечение – перспективная сфера для работы в будущем. Но пока ближайшая цель интенсива – подготовить ребят к Олимпиадам по информатике. Игорь Елескин рад предоставленной возможности, так как по-настоящему увлечён этой сферой. Я хочу быть специалистом по информационной безопасности. Потому что сейчас как раз информационная безопасность важна. Практически вся информация у людей хранится в интернете. И эту информацию надо как-то защитить. Защищать от недрожелателей. Погрузиться в мир программирования и алгоритмических конструкций юным айтишникам помогает приглашённый сотрудник университета Иннополис из города Казань. В течение пяти дней они изучают азы программирования. Но это более углублённые знания по сравнению со школьными уроками информатики. Школьная программа – это более узкая специализация. То есть там какие-то такие темы, которые используются в базовых случаях. Здесь же мы уже рассматриваем именно широкий спектр и задачи прорешиваются именно олимпиадного уровня. То есть не по разной сложности, но именно те, которые прорешиваются на олимпиадах. В планах проведения таких занятий раз в четверть. И каждый раз уровень полученных знаний будет повышаться. А это значит, что лабытнанские школьники наверняка займут призовые места на олимпиадах по информатике. А также в будущем они смогут заниматься делом, которым увлечены. И из них вырастут хорошие специалисты в сфере программирования. Альмира Новоселова, Григорий Волков. Программа «Время местное». Это была последняя информация выпуска. На этом у меня всё. А далее прогноз погоды. В студии работал Дмитрий Мавдрик. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Дмитрий Мавдрик.